Всем привет! Сегодня вам покажу очень полезные настройки, которые касаются экономии заряда вашей батареи. Вы сможете улучшить показатели автономности работы в несколько раз. Настройки очень простые, они не требуют скачивания каких-то дополнительных программ, потому каждый из вас на любом телефоне может проделать эти настройки. Понятно, что модели телефонов могут отличаться, меню отличается, но всё можно найти через стандартные настройки. И вот здесь, когда вы заходите, есть поиск настроек. Через поиск настроек на других моделях вы сможете это повторить и найти. Данное видео я показываю на телефоне Xiaomi. Смотрите, ищите у себя на телефоне такой раздел, который называется «Безопасность». Заходим на него и вот здесь листаем вниз и ищем передачу данных. Дальше нажимаете «Сетевые подключения» и вот здесь у вас будут все приложения, которые вы наустанавливали за какой-то период времени. И каждая из них по-любому будет включена. Вот я уже половину подключал. Нужно будет пройтись и отключить таким образом доступ к мобильному интернету, к мобильной сети, когда приложение не активно. То есть тут всё очень просто. Проходите и выставляете вот такие крестики. Дальше немножко в правой стороне есть ещё Wi-Fi. Wi-Fi точно так же нужно проделать. Вот таким образом отключаете. Дальше нажимаете на троеточие и заходите в фоновое подключение. Вот здесь, если вы ни разу здесь не были, то этих фоновых подключений у вас будет просто уйма. Смотрите, 262 приложения. Из них 163 приложения без подключения к сети в фоне. То есть 163 приложения я уже отключил. Но ещё всё-таки, если мы полистаем в самый низ, добавляются новые, которые там скачаны буквально недавно. Их тоже нужно подключать, чтобы меньше они потребляли трафика тогда, когда они не работают. То есть когда вы ними не пользуетесь, а они могут скачивать себе различную информацию из интернета. Дальше давайте полностью выйдем. Заходим снова в настройки. И вот здесь пишем автозапуск. И нам находит автозапуск в фоновом режиме. Заходим сюда и попадаем ещё в похожее меню. И тоже здесь все вот эти фоновые процессы нужно подключать. Смотрите, у меня уже это всё давно проделано. Но всё-таки, если сюда не заходишь и скачиваешь какие-то разные приложения, они всё равно сюда добавляются. Их нужно вручную заходить и отключать, чтобы батарею не жрало. Дальше показываю ещё одну фишку. Нам нужно зайти в режим разработчика. Я знаю, что многие из вас уже давно знают, как это делать. Но показываю для тех, кто не знает. О телефоне ищите версию своей прошивки. Нажимаете несколько раз. Пишет, что вы уже разработчик. Возвращаетесь. Ищите расширенные настройки. И у вас должна появиться строка, которая называется «Для разработчиков». Заходите на неё. И вот здесь ищите важную настройку. Которая называется «Ограничение запроса Wi-Fi». Уменьшает разряд батареи и повышает производительность сети. Конечно же, это очень хорошо. То есть, реально мы делаем две полезных вещи. И это экономия заряда. Плюс наш Wi-Fi, конечно, будет лучше ловить и стабильнее. Активируем. Есть ещё второй пункт, который нужно сделать именно в этих настройках. Тоже немножко полистайте. И находим вот такой пункт «Не отключать мобильный интернет». То есть, когда у вас работает интернет мобильный и Wi-Fi, они одновременно в скрытом режиме работают в паре и садят батарею в два раза больше. Соответственно, вот этот пункт нам нужно отключить. Вы с этого абсолютно ничего не потеряете, а только лучше. Вам не нужно будет заморачиваться, самостоятельно выключать, когда вы выходите из дома Wi-Fi, либо наоборот переключаться на мобильный интернет. Это всё будет происходить автоматически. Это самые основные настройки. Но вообще настроек по экономии ещё очень и очень много. Можете посмотреть у меня на канале. Есть более обширные видео. Продолжение следует...